Приветствую вас на канале Хастомания на шестисотках. Итак, сейчас будет первая часть Сеянцы Хост, которым уже 3-2 годика, да, мне хочется их показать. Кто смотрит мой канал, те уже, в принципе, их знают. Это мои уже взросленькие, у них уже третий сезон. Прекрасно. Вы знаете, самое интересное, что хочу сказать по поводу Сеянцев Хост. Вот вы сейчас увидите то, что они выглядят намного круче, чем хосты, которые сортовые. То есть они держатся до последнего моей маски. Значит, вот мои фаворитики. Это, я уже не вспомню, от Пинстрайс Систер. Да, Пинстрайс Систер. Это 21-й год. Вот такая вот красотка яркая. Это была одна хосточка. Я их поделила. Я их поделила весной, потому что, ну, знаете, у этой такой окрас и форма листа, видите, вот такая вот форма листа. У этой идет рюш, идет ярчайший контрастный окрас и широкие-широкие ножки. То есть листик со временем приобретает вот такой вот широкий рюш. Это тоже их родственница. Вот она моя красавица. Видите, какая она у меня. Она маленькая. Она не растет вверх. Посмотрите, эти уже такие у меня красотки 30 сантиметров. Вот эта 35, да, наверное, 30. А это вот такая вот масечка. И у нее лист не настолько плотный. Он жесткий, но он не плотный. И очень красивый контрастный окрас. Знаете, хочется как-то так... Я не знаю, все ли я успею в одно видео. Это тоже мой синиц. У него сейчас начинает проявляться, видите, строгидность. Хотя он был, вы знаете, он был такой невзрачный. Я его просто оставила. Из таких вот фаворитиков, ну, желтенькие, желтые. Желтый, вот видите, какой интересный у него плотнейший лист. И он желтый на протяжении всего сезона. Очень плотный лист. И у него проявляется вот уже вот такая вот сжатость. Это взросленькие, это взрослые мои детки. Вот этот вот павлинчик, он у меня просто желтый. Мне было его жалко. Знаете, вот эти однотонные, они же тоже могут выдать какое-то что-то интересное. Вот видите, у него такой фонтанообразный. У него кустик будет. Вот растет и растет. Вот очень-очень густо она растает. Просто-просто желтый красивый сенец. Ничем особым он таким нет. Это мой арбузик. Это мой арбузик. У него плотный листик. Выдал он мне три такие мощные розетки. Ну, вот такой вот арбузик у меня. Из взросленьких, из моих взросленьких. Вот. Это было желтое. Эти все с очень-очень плотным листом. Видите, какие они у меня уже взрослые. Очень красивая контрастность. Когда начинается сезон, вот это вот надо пересаживать. Потому что она вообще голубая. Сейчас она уже зеленая. Потому что здесь очень-очень солнечное место. Вот это вот вообще очень интересная история. Изначально, изначально, я ее называла доминошкой. Видите, какая здесь контрастность. Опять-таки, руки не дошли. Возможно, приеду и разделю на розеточки. Потому что тут много розеток. И каждая розетка индивидуально имеет свой окрас. Потом посмотрим, какой окрас из них стабилизируется. А был он изначально. Изначально была, знаете, такая половина листа зеленая. А половина листа просто белая, белоснежная. Вот что меня приличает. Вот этот яркий-яркий белый цвет. Но опять-таки, видите, вот прошло время. И у нас сейчас появляются вот такие вот какие-то желтые вкрапления. Но я опять-таки говорю о том, что это не на всех розетках. Вот этот вот обалденный он. Я его очень люблю. Да я так речу, потому что я встаю с колен. Я его очень люблю. У него очень плотный лист. Что у меня по факту? По факту у меня две розетки. И они все очень интересны. Смотрите, вот такая вот контрастность. То есть я думаю, что в дальнейшем будет за ним очень интересно наблюдать. Это из взрослых. Из взрослых у меня придется мне побегать. Они у меня рассажены. Уже по всем клумбочкам есть мои детки. Из взрослых. Вот этот вот обожаю. Я его просто обожаю. Посмотрите, какой у него такой красивый, насыщенный. Он мне дал очень много все этих семян. Я вот хочу посеять в этом году его. Вот это из моих взросленьких. Так, с этой, на этой клумбочке у меня. На этой клумбочке у меня. Вот здесь вот у меня рассадник прошлых лет. Ну, потому что уже, да, такие. Они уже взрослые. Это мои взрослые дети. Так, вот они. Вот эти. Я от них просто млею. Вы знаете, сделала большую глупость. Ну, так получилось. Не подумала собрать семена. Отцвели некоторые из них. И я прощелкала. Знаете, я же говорю, лето какое-то такое. Посмотрите, как же мне так сейчас. Я прикрою своим мощным телом. Как они интересно формируют кустик. Видите? Вверх. Жесткий до, да, просто, знаете, до неприличия. Глянцевый. Жесткий. Вот такой вот. Ну, я думаю, что вы чувствуете, да, вот. И очень-очень красивый был цветонос. И белоснежные цветы, что меня прельстило. Они такие белые-белые были. Вот этот вот был желтый. Теперь он приобрел такой, ну, шартресс. Все-все-все уходит, уходит в зиму. Вот эти вот были желтенькие. Просто такой вот легкий-легкий обзор. Здесь они все практически однотонные. Но я их оставила. Почему? Потому что там красные ноги. Там меняется желтый окрас на шартресс. Вот у меня тоже красивый стрекетный. Видите? Вот он такой красавчик. Вот это с красными ножками заходит краснота на черешочек. Обожаю такие. Вот этот формирует очень интересный такой наливку по форме похож лист. И он очень-очень-очень плотный. Это здесь начинает проявляться стрекетность. То есть вот здесь вот, можно так сказать, экспериментальная грядка. Здесь я их не трогаю. Так они у меня и будут зимовать. Видите, какой ярчайший желтый. Глубокий зеленый. Ну, это просто. Ну, вот они простые, но вот эти вот обалденные. То есть из какой-то сотни, десяток будет просто сказочный. И сейчас я перейду еще. Сейчас я перейду. Так, здесь на этой клумбине. А, здесь я не пройду, здесь ветки положи. Здесь у меня много посажено. Мои деток. Глубочайший зеленый цвет. Я думаю, что, вот видите, вы на фоне всех, всех шартрезных, желтых и даже вот зеленых, вы видите глубину этого зеленого цвета. В нем проявляется стрекетность. Я думаю, что он будет, в принципе, большим по размеру, потому что, ну, он как-то так вот стартанул. У него такие красивые задатки. Мне очень нравится его глубокий зеленый цвет. То есть, видите, вот такой вот черно-зеленый. То есть, он реально красивый. Это тоже, ну, это такой вот простенький, простенький сеянец. И перейду. Это взрослые сеянцы. Сеянцы этого года я вам буду показывать в следующей части видео. Так, из этой части клумбы оставляла просто однотонная. Все. Вот это вот отдам соседке зеленый, обычный. Вот. Очень-очень красивый. И дал мне семена. У него мало на него попадает солнышко. Я думаю, что если ему добавить солнце, то будет очень интересная стрекетность. Что мне нравится, то что у него идет такой вот широкий глубокий рюш по краю. Ну, в принципе, как видите, да, уже вот, уже можно о чем-то говорить. Вот эти вот мне ничего интересного не показали. То есть, они обычные. Я их, естественно, пересажу. Ага, это тот, тот я вам показывать не буду, потому что он этого. Да, я вам потом его покажу. И у меня вот там. А вот этот гипотамчик, который я пересаживала, он просто был гигантский. Вот он здесь растет. Мне здесь нравится форма листа. Она такая очень-очень круглая. И лист хорошей плотности. Пока порастет, посмотрим, что с ним, какая его ждет история. И вот это вот, здесь у меня такие были масики, масики, масики. И им уже, слава тебе Богу, считается, третий сезон они встреч прожили у меня. Вот там вот мой ежичек. Вот он, ежичек такой вот он. Ну, сейчас уже, видите, особой красоты нет. Вот это вот, кстати, здесь хуже всего они выглядят. Вот они вот, вот такие вот обычные. Вот этот очень-очень красивый. Я его не трогала. У него обалденный глубокий цвет. Какой-то такой. Растет он одной розеткой. Надо его пересадить и понаблюдать. Вот этот вот у меня на вот этой клумбе заслуживает особого внимания. А так, ну, вот те, которые, знаете, жалко было, жалко было выбросить. Я их оставила. Но ничего такого. Вот плотность, плотность хорошая. Те, что желтые были с плохой плотностью, они как-то самоликвидировались, пока меня не было. А вот эти вот имеют очень хорошую плотность. То есть, дорогие мои, вот, тоже мне вот этот вот нравится. А, еще сейчас я вам покажу. Понимаете, получить хороший, интересный сорт, я вот уже поняла, да. Я же аматор, как бы, то есть я любитель. Вот, но я смотрю, как это, насколько это интересно, насколько это занимательно. Получается, вот сорта, которые я, допустим, уже поделила свои. Они, вот даже вот на примере вот этого. Да, то сколько надо потратить времени, сил и, ну, вообще, вообще, чтобы получить что-то интересное. Вот, вот это вот счастье росло одним кустиком. Да, то есть, это один синиц, который в конечном итоге я разделила. Потому что, когда я весной увидела, у него была одна розетка, вот такая вот, темная, со стрекинностью. А одна довольно-таки яркая. Вот конец сезона, и что я вижу. У меня есть тут, знаете, он очень даже неплохо нарос. И стрекинность такая, ну, не сильная контрастность, но она присутствует. Листик, хорошая плотность, мне такая нравится. Вот такой, вот, да. И вот его, ну, кто, брат, сват. Короче, вот его родственник. То есть, они весной, это был один кустик. Конечном итоге, вот теперь я буду наблюдать за стабильностью окраса вот этого. И хотя, что у меня тут, что у меня тут, вот эта вот розетка, как-то в нее проявляется, проявляется это, или это единичные листики. Короче, надо будет весной уделить внимание и посмотреть, что, видите, пойдет, что пойдет весной. Будем свидеть. То ли пойдут большинство стрекетных, видите, какой красивый окрас. Боже, как я по этому всему соскучилась. Господи, если кто-то знал. Так вот, и еще, еще у меня очень капризулечка. Это одни из первых. Сейчас я вам покажу их. Здесь у меня такая тайная грядка. Здесь у меня идет и размножение, и те, которые у меня для предложения девочкам на продажу были. Но, увы, не сложилось так, как хотелось. Так, я вам хотела показать вот этот. Ему в этом году 4 года. 4, да, 4-й год. Нарастает очень-очень медленно. Капризничал, я его называю малахитом. Потому что у него, когда лист выходит, у него проявляются, ну, такие штрихи. Ну, вот просто капец какой-то. Это что-то сказочное. Это просто... Видите, вот он вышел, вот таким вот. И потом он начинает набирать свой окрас. То есть, можно так вот, если его так закрыть, да, то вообще как будто бы другая хвост. Это очень-очень плотная, плотная, видите? Вот как он прям вот чувствуется по окрасу, по цвету. То есть, мне... Я очень рада, что он в этом году пошел, потому что 3 года он у меня был, как мышиная серия. И вот его родственник, родственница, родственник, не знаю, тоже был малюсенький, желтенький. Все-таки я его выходила, выходила этот сеянец. Знаете, видно, очень-очень много значит от того, от каких сортов ты получаешь свои сеянцы. Если медленно растущий сорт, то, наверное, вот такая вот головная боль, но она того стоит. Вот это... Видите, вот такие вот. Так что, дорогие мои, это сеянцы. Я вам показала сеянцы, которые у меня взросленькие. И сейчас я с вами прощаюсь до следующей части моего видео о вот этих вот красотулечках, которые я получила в этом году. То есть, им еще год назад они были совершенными кроками. Ну что, до встречи в следующем видео.